Я не буду смотреть на оценки происходящего с точки зрения физической практики, потому что все, что было высказано моими адвокатами, я буду поддерживать, что я считаю объективной представленной картинкой для оценки своей полной и аргументированной выслушения. Я сильноюсь на просто человеческой ситуации и могу сказать, что мне, наверное, сказано, в жизни повезло, и счастливый человек, потому что в семье у нас не было никогда никаких сомнений в том, что любой поступок нужно оценивать в первую очередь в точность зрения нравственности, а не материальных каких-то потерь. И простым из-за того, можно сказать, что мы не справляемся в жизни так, что выкидывали, у нас не было перед людьми, с которыми ты по этой жизни сталкиваешься. И вот, прожив достаточно большой сусок своей жизни, находясь в этой клетке, я могу точно сказать, что мне не стыдно за свою жизнь перед людьми, с которыми я сталкивался. Мне не стыдно перед своей семьей, перед женой, даже несмотря на то, что сын находится в тюрьме, потому что это основное влияние в том, что он наш сын. Дочь, которая живет, к сожалению, в Беларуси, и, если честно, очень активно подключилась к ситуации и со мной, и я ее очень благодарю, что, на самом деле, именно она стала просто помощником, но частью и осталась частью Беларуси. Мне не стыдно причем, потому что перед решением, которое было принято в мае, мы обсуждали нашу ситуацию, и они всегда знали, что я никогда их не знал. Они были частью моей жизни не только семейки, но и рабочие. Они знали все про все проекты, которые мы сталкивались по работе. И, несмотря на то, что, наверное, признавались в преступлениях, которых я не совершал, наверное, это было бы так, с точки зрения материальных, выбрать более правильных. Но я их не знаю. Я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед взаимными друзьями и близкими. Да, в круг близких я включаю не только родственники, но и людей, которые были сдавлены по жизни, в том числе и по работе, не только с точки зрения, но и общей молодости, а просто работать по-человечески, помогающие мне и моей семье решать, в том числе и не только рабочим, не только тогда и проблемам. Почему? Потому что никогда в рамках нашего общения не было допущено ни одного, не то что противозаконного действия на умышлении, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий, но и не и никому-то еще. Мне не стыдно перед сотрудниками банка за то, что вместе с ними, в течение почти 25 лет, мы сделали один из лучших банков этой страны. Ее сделала в том числе и команда, находящаяся в части, с которой находится в этой клетке, и которая считает себя преступником, которая считает меня тоже преступником. И говорят о том, что все вот эти достижения, решения были продиктованы, взяты и мотивированы исключительно тем, что люди плачут вроде какой-то незаконной администрации. Я знаю, что это не так. Потому что ни разу в жизни, за все эти 25 лет, эти люди, которые помогали расти мне, и, наверное, в какой-то части, я уже не знаю, в какой-то, я тоже каким-то образом помогал им, не услышав ни от меня, ни от кого еще, что они должны какие-то действия предпринимать за, что в интересах иных, людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров. И поэтому, что бы они здесь ни говорили, что бы ни говорили их адвокаты, пусть я в оконами не чувствовал, я в это до сих пор не верю. Поэтому мне не стыдно перед ними, потому что и я им там ничего не договорил, и я их никогда не обманывал. Мне не стыдно перед нашими клиентами, потому что тот девиз, который начертан на «Белгость по банке», «Белгость по банке», например, для твоего будущего, в полной мере реализовывалось за все эти годы, когда мы работали в этом банке. И я общающим примером, я считаю, именно вот этого являются те проекты, которые были реализованы сейчас, и являются частью людей. Люди, которые стали из начальной точки, в которой в момент не просто идеи, в которой думали, как бы это там закрывать бизнес или вообще ничего, создали крупнейшие компании не только «Белгость по банке», но и «Пеладусик». Это компания крупнейшая налогоплотенщика, дающая работу людям, и что самое главное, о котором мы тоже говорили, это компании, которые помогали тому самому в формировании среднего класса, который входит в понятие «Миссия Белгость по банке». И поэтому мы не стыдно перед клиентами, несмотря на то, что было сказано, что оказывается, этот успех, был реализован исключительно в рамках насилия. И заставляя делать какие-то противоправные действия и плачевать на какие-то граждане за их успех. И мне не всегда перед теми людьми, которые после мая, 12 мая, когда я принял решение и заявил по званию выбившую кандидатуру на постпроизводительных слихов в Беларуси, поверьте мне, они стали членами моего штаба. Вошли в авантюры, в этот штаб, и сейчас, вы знаете, невероятная вещь. То, что они сделали, оценивается в миллионы долларов. За это они ничего не получили. Наверное, только решение свободы, материальные платы и всего остального. Мне не стыдно перед членами инициативной группы, которые мы в втором этапе поддержали и буквально за 10 дней сформировали больше 10 тысяч сторонников, которые приведили 40 тысяч людей, поставившие подписи за мая, кандидатуру. И эти люди, вот сотни тысяч, поверили, что тот в разделяемый образ будущего. Беларуси, в которой можно построить страну с общечеловеческими ценностями, навазив уважение и честь, с возможностью сделать так, чтобы это была страна не персонифицированная. Я знаю, что вы хотите. Нет. Мы хотим жить в стране, в которой мы знаем, что мы хотим. И вот, я почистил перед ним, потому что я не срывал не своего состояния, не срывал в своей программе. И за очень короткий период, там, чуть больше месяца, я увидел ту Беларусь, тех людей, у которых не просто есть шанс, у которых, я вижу, еще будет. Беларусь улыбчивая, честная, открытая. и безусловная твоя оценка и мнение срыва. Но, чтобы быть объективом, конечно, было бы здорово узнать и о правом. Оценку вот этого всего, с точки зрения, остынули и за меня. К сожалению, это уже больше года я нахожусь в сезон, где не просто изолирована моя физическая свобода, но и практически обсуждают возможные доступы к информации. За это время всего лишь, наверное, адресатор 10-15 прорвалось ко мне, я получаю письма, с регулярностью одну-два в неделю. Из незнакомых людей ко мне на регулярной основе прорвались три человека и сегодняшний момент осталось только я прошу прощения за эту фразу упорная Мария. Спасибо огромное всем вам за эту поддержку. И поэтому находясь в этом граничном информационном пространстве я не знаю точно. Мнения людей обо мне насколько их и как они оценивают мои поступки. Но я знаю определенные факты и поэтому я буду опираться на них. Я знаю, наши множества людей которые были с нами в штабе волонтеры инициативной группы и всех остальных продолжили то, что было начало. Продолжили работу я не назову это больной, потому что это жизнь, это часть их жизни построена и той белоруссии, о которой мы говорим до сих пор. обвиняем не поворит, то я даже таки вы нигде перерлать поскольку касается обстоятельств и не имеющих отношений к делу. Я считаю, что это касается обстоятельств. Прошу вас, я прошу вас отручить. Продолжайте, я буду рад как-то много времени и эти люди за свои поступки, многие из них пожертвуют своими материалами того, чем некоторые из них пожертвуют свободу и, наверное, даже этой жизни. И я уверен, что их должно быть только для меня, потому что я точно так постарался быть честным перед ним и не совершал никаких деяний против руководительства Республики Беларусь в том числе и донором и донором. Я не знаю информации о отношении клиентов ко мне, за исключением, как я уже сказал, тех, кто находится здесь, мы приводили сюда наручники, наручники, так как судебителей. Но я знаю простую цифру. В то время, когда банк отгладил в том числе и однокоманд, поседаемость клиента была больше 95%. Что это значит? Это менее 5% становятся клиентами Белгоспомбанка уходили из банка. Я не верю в то, что они уходили потому что их заставляли делать что-то, что-то делать. Их, как говорят, тех клиентов, которые находятся на скаме подширины, понуждали что-то делать. И оказывается, все реализации мечты превращения их в внешность на звезды было навязано сотрудникам бюджетбарда. Ну, я уж не знаю, насколько это хорошо или правильно, но мне кажется, что все-таки эти цифры говорят о том, что не дай мне приступить клиенту Белгоспомбанка за тот менеджмент, который он продал. Я не знаю мнения сотрудников Белгоспомбанка, потому что те сотрудники, которые говорили, опять же, часть из них находилась везде, часть из них приводилась в наручниках, но я не услышал ни ознаменого человека, который выступал за ту сторону барьера о том, что не стыдно было работать в Белгоспомбанке под руководством этих людей. и я рядом приходящих сюда сотрудников Белгоспомбанка. Мне кажется, что часть, я не знаю какой часть, но я точно так же не работал в том числе и за меня. Я не знаю мнения друзей моих, близких, прочих, потому что я его не слышу, в особенности тех, что, так же, как и я, в условиях примечения свободы, но я видел родственников этих людей. Я видел рыбаку, знаю. И ни один из них я не убит, чтобы испытывал чувство неуважения ко мне. Может, я ошибаюсь, но я не думаю, что они приходили просто поглазить. Я думаю, что они приходили в этот раз. Но я знаю и это точно я знаю ту акцию, которую мне поставили самое важное мнение. Мои дети. Они сказали самые важные для меня слова. Это правда и это я точно знаю. они сказали за папу не стык. И в завершении своей речи я хочу сказать, что наша жизнь это не стрима. когда можно романуть. Либо выбрать и потом отдыхать, либо что-то сделать плохое, забыть и перебежать в какую-нибудь дистанцию. Наша жизнь это марафон. Мы не знаем его длительность. Мы не знаем дату штата, мы не знаем дату будущего. Но на этой дистанции мы всегда оказываемся в ситуации, когда приходится делать выбор, и иногда этот выбор будет тяжел, потому что в разных клубах в высокостях нет, потеряли выходы и нравственные дистанции. И у нас всегда есть два момента. Первое, мы всегда говорим, мы делаем плохо, потому что нас заставили, потому что нас попросили, мы решили работать, мы дадим премии, мы там не знаем, квартиры, должности и все остальное, но не это важно. в душе мы всегда говорим, мы это делаем не для себя, а ради наших детей, ради наших близких, ради тех, кем мы дорожим, мы оправдываем себя, то, что мы жертвуем собой, ради наших детей. Поэтому что я вам хочу пожелать всем, чтобы вы на любой части этой дистанции, вот любого вашего выбора, именно этих людей услышали то же самое мнение, что им за вас не стыдно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ